Касательно убийства человека, Аллах Субхану А.В. говорит в Коране Поистине тот, кто убил верующего, умышленно, его наказание – вечный ад. И гнев Аллаха Субхану А.В. и проклятие Аллаха Субхану А.В. ему уготовлено великое наказание. Также Всевышний Аллах Субхану А.В. говорит Поистине Всевышний Аллах Субхану А.В. говорит Тот, кто убил душу, без разницы верующий, неверующий, мусульман, не мусульман, кто убил одного человека, подобно тому, как убил все человечество. А тот, кто оживил, спас, как будто спас все человечество, говорит Субхану А.В. Также Аллах Субхану А.В. убийство человека приравнал к ширку. Аллах Субхану А.В. говорит в Коране, в сурате «Фуркан» Поистине верующие, они те, которые не предают Аллаху Субхану А.В. со товарищей, и без причин они не убивают, они человека, то, что у человека права нету на другую душу, и не совершают прелюбодействие. Аллах Субхану А.В. поставил это наравне, приравнял к ширку. Также пророк Мухаммад Субхану А.В. сказал, пояснил нам то, что убить одну душу – это грех больше, чем… Аллах Субхану А.В. хочет пояснить здесь в хадисе. Посланник Аллах Субхану А.В. сказал то, что уничтожить всю Дунью – это легче перед Аллахом, чем одна душа верующего человека. Пророк Мухаммад Субхану А.В. сказал, что уничтожить эту мирскую обитель легче, чем уничтожить одну жизнь, одну душу верующего человека. Поэтому также пророк Мухаммад Субхану А.В. сказал, что убить одну душу верующего человека – это подобно неверию. Он сделал некую параллель с этим, Субхану А.В. и сказал, что любой грех, если Аллах захочет, он его простит. Также пророк Мухаммад Субхану А.В. сказал, пояснил то, что… Если бы люди, все, кто есть на небесах, и все, кто есть на земле, собрались, чтобы убить одну душу, Аллах Субхану А.В. за эту одну душу их всех накажет. Если обитатели небес и обитатели земли все вместе соберутся, чтобы убить одного верующего, то Аллах Субхану А.В. всех их накажет в аду, сказал, Субхану А.В. сказал, Субхану А.В. за эту тему